Мэры городов мира берут на себя роль в планировании возрождения после коронавируса. Что они делают? Они соединяются зумами, мэры городов Мексики, Нью-Йорка, европейских городов, Африки, и говорят, как они будут после вируса восстанавливать города. Что имеется в виду восстанавливать города? Строить велосипедные дорожки, зеленые газоны, парки, работать на людей, чтобы природа начала приходить в города. То, что они соединяются вместе уже и хотят такой взаимной помощи, вместе говорят по зуму, вместе уже. Мэры городов, в принципе, довольно эгоистичные фигуры такие. Это уже тоже же прогресс. Это, с одной стороны, эгоистичные фигуры, но, с другой стороны, они ближе всего к народу, потому что они занимаются тем, чтобы предоставить своим гражданам нормальные условия жизни, иначе их съедят. Понимаешь, они ближе всего и в ответе за все. Так что мэры городов – это не правительство, которое там сидит и чего-то выдумывает, какие-то еще бы законы. А как вы думаете, вот хороший мэр, он больше думает о том, чтобы быть избранным дальше, или для того, чтобы вот сейчас дать тех, кто ему избирал, дать вот то, что он обещал? Это одно и то же, я считаю, у хорошего мэра. Быть избранным дальше, любить своих избирателей и делать все для их пользы. Причем пытаться сделать так, чтобы его избирателями были абсолютно все, кто идет на голосование. Вот как вы считаете, получится вот это, или это так же точно остановится после того, как спадет напряжение? Вот получится то, что начнут вот так вот работать на благо людей, допустим, все мэрии, города? Это проблема. Все-таки? Да, это все-таки проблема, потому что человечество еще не осознало, что именно такими людьми, как мэр городов, можно исправлять природу. Надо дать, может быть, больше полномочий. А можно, вы считаете, можно, да? Да, конечно, можно. Мэр города, он заботится о том, чтобы была вода, воздух чистый, детские сады, школы. Это управдом, короче говоря. Вот, а это самое нужное для нас. То есть дать мэрам городов максимальную-максимальную власть, деньги, деньги. Да, да, и чтобы не путать это ни с чем другим. Ни с партиями, ни с чем, да? Ни с чем. Он должен заниматься тем, чтобы нам было хорошо в нашем доме. Все. На эту работу и нужен соответствующий человек. Смотри, Блюнберг был прекрасным мэром Нью-Йорка, и все-таки его в президенты не взяли. Потому что, идя в президенты, он касается не Нью-Йорка, а он касается совершенно других людей, с которыми не работал по всей Америке. И он касается совершенно по другому поводу, чем управлять. Там уже политические комбины, да, партии и так далее. Конечно. Поэтому это все не получилось. Это дает нам именно понимание того, что мэр должен быть местным хозяйственником. Дайте, пожалуйста, картину вашего ощущения мэра будущего. Это вы описали сегодня мэра сегодняшнего, допустим. Вот он такой будет, а мэр, ну, в вашем понимании, будущего. Нет, я не говорю ни о каких психических, психологических, духовных показателей. Я говорю о том, что все это должно быть видно на... Территорию. На нашем примере, да, в нашей жизни. Чтобы было чисто, чтобы все было готово, чтобы все было открыто, чтобы все было предусмотрено для всех разных уровней, горожан и так далее. И все. Он должен только этим заниматься. Это чувства. Есть люди, у которых есть это чутье. Это не потому, что кто-то захотел его избрать или что. Это нужен именно человек, который... И соответствующая команда, конечно. И тогда, если у него будет вот такое направление на людей, то ему дадут и силы, да, и умения, и власть. Все дадут, да? Его поддержат снизу, его поддержат сверху. Сверху имеется в виду от природы. То есть, что бы вы этому добавили? Вот есть такое желание сейчас. Что бы можно было этому еще добавить, чтобы это все дело поддержалось и пошло? Максимально четкое понимание того, что мы существуем в интегральном мире. В полностью зависимости друг от друга, все человечество и зависимость всего человечества от неживой, растительной и животной природы. И поэтому мы должны думать обо всех уровнях и сделать все, что можно для того, чтобы природа была гармоничной, интегральной на всех ее уровнях. Тогда бы мы не ужасались, что вдруг начинает там таять Антарктида, или еще что-то там происходить, какие-то эксцессы там в земной Корее и так далее. Мы бы не волновались бы. Мы считали бы, что все эти дела, которые и происходят, может быть, они происходят, потому что природа таким образом динамически уравновешивает себя. Субтитры создавал DimaTorzok